Умный и добропорядочный человек подпишется на канал и поставит колокольчик прямо сейчас, а мы начинаем обзор. Привет всем любителям порисовать и потекать на кружочки. Тема графических планшетов сейчас актуальна как никогда, особенно для заядлых ойсеров, которые очень сильно влились в игру и хотят приобрести себе данный девайс. Сегодня у нас на обзоре новый графический планшет от компании XP-Pen, DecaFan S. Стоит он в районе 2000 рублей на Алиэкспрессе и можно даже выбрать цвет, который вам понравится. Также помимо размера S у них есть размеры XS и L, так что если вдруг вы захотите приобрести, то можете даже по размеру подобрать. Сейчас, кстати, на Алиэкспресс акция и планшет можно купить еще подешевле. Плюс я оставил купон на скидку в описании к этому видео. Пользуйтесь. В этом планшете есть парочка особенностей, о них я расскажу позже, а пока что пробежимся по комплектации быстренько-быстренько. Коробка придет к вам в целлофановой обтяжке, так что вы поймете, что никто ваш планшет не трогал по дороге и тем более, что на коробке есть еще пломба. Коробка имеет огромное количество надписей XP-Pen и просто кричит вам об этом. Я XP-Pen, посмотрите на меня. Также сзади есть все характеристики, заявленные производителем. Ну, написано, что репорт рейд больше 220, кстати. Ну мы это еще проверим. Ну что ж, открываем. Открыв коробку, я был приятно удивлен упаковкой самого планшета. Об этом я чуть позже расскажу, а пока что посмотрим, что еще там есть. А там все очень аккуратно сложено. Мало того, что они все сложили в пакетик, так еще и каждый отдельный элемент тоже в пакетики разложили. Мелочи, приятно. Итак, в пакетике нас ждут макулатура со всякой полезной информацией, перо, провод и 10 сменных наконечников, которых, кстати, будет предостаточно вам. Деставатор перьев, кстати, в виде кольца. Его можно вот на мизинец надеть, чтобы не потерять. Перо в отдельной упаковке, на которой написано предупреждение, мол, перо неразборно и не стоит даже пытаться. А еще не стоит бросать это перо, а то сами знаете эти осеры. А потом идут жаловаться, что перо сломалось. Я, кстати, тоже уронил его, но я потом проверил и он работает. Значит, не такой уж он и хилый, и ронять можно, но все же не стоит увлекаться этим. Само перо без батарейки и абсолютно такое же, как и у XP-Pen G640, за исключением того, что здесь уже более приятный пластик и менее шероховатый. Его держать в руке будет удобнее и приятнее. Провод, мое почтение, съемный и с USB Type-C. Длина провода будет примерно полтора метра. С таким проводом вы сможете легко подключить планшет с любой стороны, а также сможете отключить и убрать куда-то. Вам не нужно будет тянуться до компьютера. В макулатуре, мое почтение, максимально краткое руководство на большом количестве языков. Оно настолько краткое, что уместилось полностью на одном развороте. Тут даже обзор планшета есть. Зачем я тогда видео делаю? А вот и сам планшет. Сразу можно заметить четыре резиновые ножки, чтобы планшет не скользил. Но он и не скользит, я проверил. Гнездо для подключения находится в самом удобном расположении, ровно посередине планшета сзади. Ну, выглядит он по сравнению с G640, ну прям, ну, очень презентабельно. Тем более, он весь обклеен транспортировочной пленкой. И вы посмотрите, как же они заботятся о своих пользователях. Они подписали даже, что пленочку всю нужно удалить перед тем, как пользоваться планшетом. По размерам планшета производитель не соврал. Как его размеры написаны на сайте, так они и есть в действительности. Кстати, только сейчас заметил, что бортики не дадут мышке вылететь за края. По поводу драйвера. Здесь программка достаточно простая по функционалу. Настройка рабочей области и настройка клавиш пера. Для клавиш вы можете настроить отдельно для каждого приложения любое сочетание клавиш. Что касательно тестов. Все данные, заявленные производителем, которые мы можем проверить на данный момент, полностью соответствуют описанию. Скорость отклика или же герцовка в районе 220 плюс минус 10. При игре драгом герцовка на 10 меньше. Почему-то... Непонятно почему. Максимальное расстояние, на котором перо считывается планшетом, около 8 мм. Ну, вроде бы все детали рассказал, и поэтому предлагаю посмотреть сравнение этого планшета с его предшественником XP-Pen G640. Итак, пока вы пытаетесь найти различия между двумя этими планшетами, я попробую рассказать свое мнение и выводы. Будет звучать, конечно, смешно, но отношение производителя к пользователям очень хорошее. Это выражается в изменениях, которые я заметил. А именно, качество упаковки стало намного лучше. Они сделали разъем USB Type-C, также переместили разъем в максимально удобное расположение. Планшет стал выглядеть намного лучше своего предшественника. Изменили вид резиновых ножек и добавили небольшой угол наклона планшета. Также, немаловажно, пластик, из которого сделано перо. Он стал более приятным на ощупь. Оно, кстати, такое же легкое. Так вот, разница этих планшетов. В этом планшете я почувствовал небольшую задержку ввода. Но оно и понятно, если сравнивать, то герцовка у него чуть меньше, чем у G640. Но человек, который купит этот планшет впервые и ему не будет с чем сравнивать, то такую задержку он даже не почувствует. Заметил еще, кстати, что у этого пера есть датчик наклона, а у G640 его нет. У G640 дистанция считывания пера на миллиметр больше, кстати, но это все на уровне погрешности. Ну и, наконец, проверяем самую важную вещь. Уменьшаем область планшета и очень-очень медленно ведем пером по планшету. Это тест, который я сам придумал после одного, скажем так, несчастного случая. Здесь мы видим совсем небольшое проскакивание пикселей курсором. Проскакивание пропадает моментально, как только начинаешь вести курсор, даже чуть быстрее. Это очень хороший результат. Плохой результат выглядит вот так, для сравнения. Что в том, что в другом планшете результат одинаковый и на игру он никак не повлияет. Производитель утверждает, что этот планшет подойдет для учебы, работы, игр и рисования, что, безусловно, правда. Но если бы у меня был выбор между этим планшетом и G640, то я бы выбрал G640. Однако и на этом планшете вполне можно поиграть в OSU и рекомендую именно его для ознакомления с миром графических планшетов для OSU. Ну что ж, выводы я сделал. Сделайте выводы и вы. И напишите их в комментариях, если не сложно. Не скупитесь на лайки, подписку и колокольчики. А на этом моя работа закончена. Всем удовольствием покупок. Итак, в пакетике нас ждут макулатура со всякой полезной информацией, перо, провод и 10 сменных наконечников.